Как басня, так и жизнь ценится не за длину, но за содержание. Автор этих слов – Синека, римский философ, поэт, государственный деятель. Мудрая цитата с годами не потеряла своей актуальности, только от нас зависит, чем мы наполняем свою жизнь. В студии Равиль Сайганов. Вы смотрите программу «Без компромиссов». Программу о пользе здорового образа жизни и опасностей, которые связаны с зависимостью от запрещенных препаратов. Сегодня в программе. Сотрудники ДПС задержали наркокурьера, взявшего в дорогу для прикрытия жену и ребенка. Вес изъятых наркотиков составил почти 2 килограмма. Оно убивает за год больше людей, чем курение и ожирение. Чем еще опасно одиночество? Стадии наркозависимости. Когда еще не поздно все исправить. Криминальную миссию решил взвалить на себя житель Екатеринбурга. Сразу после затяжных новогодних праздников мужчина отправился выполнять подпольное задание. В качестве прикрытия он взял с собой в поездку по России молодую жену и маленького ребенка. Наркокурьер надеялся, что вид добропорядочного семейства с младенцем на руках будет вызывать только умиление, а никак не подозрение в чем-то незаконном. Однако ваяж прервался на территории Татарстана. Полицейские решили досмотреть автомобиль путешественников и обнаружили рюкзак, набитый не семейными вещами и детским питанием, а смесями совсем иного происхождения. Предлагаю вам добровольную умы выдать вещи, предметы, оружие, наркотики, вещи добыть. Имеете что-нибудь запрещено в автомобиле? В автомобиле имеете запрещено что-нибудь? Водитель автомобиля БМВ не захотел добровольно показать вещи, поэтому инспекторам ГИБДД пришлось досмотреть иномарку. Довольно быстро на заднем сидении обнаружился рюкзак с криминальным содержимым. Сумка ваша? Майор. Ваша? На заднем сидении обнаружил рюкзак, внутри которого находилось четыре полимерных пакета с кристаллообразным веществом белого цвета. Исследование показало, что изъятый является наркотическим средством синтетического происхождения. Вес изъятых наркотиков составил почти 2,5 килограмма. Для выяснения всех обстоятельств мужчину доставили в отдел полиции. Задержанный пояснил, что в конце прошлого года устроился наркокурьером. По указанию оператора он забрал оптовую закладку в Перми и вез в Екатеринбург. Чтобы не вызвать подозрения стражи порядка, в эту поездку мужчина взял с собой жену и ребенка. Во время допроса задержанный признался, что аналогичным образом ранее совершил рейсы в Белгородскую область и Москву. Решением суда мужчину арестовали. По данному факту, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Казанские полицейские получили информацию, что двое студентов из Алжира занимаются оборудованием закладок с наркотиками. В ходе личного досмотра у одного молодого человека при себе было обнаружено несколько свертков с мефедроном. Запрещенные вещества оперативники также обнаружили в автомобиле, задержанных и оборудованных тайниках. По данному факту, было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере». Сотрудники полиции набережных Челнов задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий инспекторами ГИБДД была остановлена автомашина под управлением 37-летнего подозреваемого, который двигался со стороны Казани в сторону набережных Челнов. Было изъято 15 свертков с мефедроном общей массой 1,2 килограмма. Кроме того, в квартире злоумышленника было обнаружено и изъято 249 граммов этого средства. Сотрудниками наркоконтроля ОМВД России по городу Набережной Челны поступила оперативная информация о том, что 37-летний местный житель организовал интернет-магазин по сбыту синтетических наркотических средств. При проверке сведения подтвердились. Задержанный пояснил, что решил организовать на одной из интернет-площадок магазин по продаже запрещенных веществ. Наркотики он планировал реализовывать бесконтактным способом через тайники закладки. По данному факту, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228-1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении подозреваемого избранной меры пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские бугульмы задержали молодую пару, подозреваемую в попытке сбыта наркотических средств. В ходе личного досмотра 27-летнего мужчины и его 24-летний знакомый был изъят телефон. При изучении информации с мобильного устройства оперативники нашли фотографии с местами закладок запрещенных веществ. Из 11 тайников сотрудники полиции обнаружили и изъяли свертки с веществом, которые они приготовили для последующего сбыта на территории бугульмы. В отношении молодой пары следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Автоинспекторы Татарстана изъяли около 2 килограммов гашиша у 52-летнего жителя Санкт-Петербурга на автодороге М7 «Волга». При проверке документов сотрудники полиции обратили внимание, что мужчина сильно нервничает, но вопрос отвечает неохотно, в связи с чем было принято решение о досмотре водителя, его личных вещей и автомашины на обнаружение запрещенных предметов в гражданском обороте. В ходе осмотра автомашины на заднем сидении обнаружен черный пакет, внутри которого находились свертки с неизвестным веществом. Экспертиза заключила, что изъятые содержимые массой почти 2 килограмма – это гашиш. Установлено, что фигурант по указанию куратора интернет-магазина забрал оптовую закладку с наркотическим средством и в последующем должен был расфасовать и оборудовать розничные тайники закладки. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Термин «наркомания» происходит от двух древнегреческих слов, обозначающих сон и безумие. Считается, что слово «наркотик» впервые произнес греческий целитель Гиппократ для описания веществ, вызывающих потерю чувствительности и паралич. Сейчас значение этого термина лишний раз объяснять не нужно. Все и так знают, что это смертельно опасная дрянь. Наркомания – состояние патологического влечения к употреблению психоактивных веществ. Основным признаком наркомании является возникновение абстинентного синдрома. Употребление наркотиков является большой проблемой общества. Те, кто стремится испытать новые ощущения, думают, что от одного приема с ними ничего не случится. И на любом этапе можно прекратить использование. В этом и состоит ловушка, в которую попадают преимущественно молодые люди. Постепенно любопытство переходит в желание, а оно перерастает в сильную потребность. Так и появляется зависимость. С клинической точки зрения существует три стадии заболевания, характеризующие разным набором симптомов и синдромов. С точки зрения человека, не занятого в медицине, это принципиальной разницы в случае употребления наркотиков не имеет. Поскольку немедленное обращение за медицинской помощью при употреблении наркотиков необходимо на любой стадии. При систематическом принятии наркотиков вначале зависимость возникает на психическом уровне. Появляется тяга. А когда употребление пытаются прекратить или хотя бы уменьшить дозировку, человек испытывает страх и другие неприятные ощущения. Описанные психологические нарушения при наркозависимости не позволяют выйти из этого замкнутого круга самостоятельно. Субъективные ощущения, которые дают психоактивные вещества, из-за которых и все проблемы потом возникают, они как последствия, как проявления дают некие психические феномены, которые могут субъективно человеку нравиться. Почему человек употребляет? Потому что нравится некоторое проявление воздействия этих психоактивных веществ. Понятно, что это даром не проходит за эти компоненты, которые субъективно нравятся сегодня. Завтра придется платить двойную цену. Это минус здоровья и плюс привыкания. Основными аргументами, которыми апеллируют начинающие наркоманы, это желание якобы расширить свое сознание и лжестремление обогатить жизнь новыми ощущениями. Хотя, казалось бы, всем известно, что последствия эйфории, следующие за приемом психотропных соединений, несут смертельный риск для здоровья и жизни, люди попадают в ловушку зависимости снова и снова. В случае употребления наркотиков, как запрещенных веществ, бить тревогу нужно и самому человеку, и его окружающим с первой попытки употребления вещества. Значит, человек психологически готов. Значит, в его сознании есть сколько-то процентов мышления, которое побуждает человека употребить психоактивное вещество. Это не сто процентов, всегда идет борьба мотивов. И надо что-то сделать, чтобы эта борьба мотивов завершилась победой здоровой личности, которая будет препятствовать употреблению. Для обозначения зависимости от веществ, которые законом не отнесены к наркотическим средствам, используется термин «токсикомания». А вот термин «наркотик» зачастую используется в медицинской литературе и юридической документации в расширенном значении, обозначая все запрещенные психоактивные вещества, вне зависимости от их фармакологии. Наркотики могут вызывать как физическую, так и психологическую зависимость. Специалисты говорят о вероятности генетической предрасположенности к формированию зависимости, которая связана с наследованием структурных особенностей мозга. Безопасных наркотиков не существует. Это факт. Очень быстро, почти стремительно, влияние токсинов начинает сказываться и на физическом самочувствии человека. И независимо от типа запрещенного вещества и способа его употребления, в самом скором времени один за другим начинают страдать все органы и системы организма. И, конечно, обостряются сопутствующие и хронические заболевания. Физиология — это то, как наш организм живет, то есть какие процессы в его организме идут в обычных условиях, естественно, как они пойдут в условиях поступления некого вещества снаружи. Понятно, что вещество это имеет химический субстрат, встраивается в обмен веществ и меняет многие физиологические процессы. Понятно, что есть процессы, которые могут субъективно нравиться, то есть это появление некой эйфории, расслабленности, некие чувства отрешенности от реальности. Но это психические компоненты более глубокого изменения гомеостаза, то есть обмена веществ в организме, которые только видны на поверхности. А что происходит внутри в организме, человек может и не замечать. Зависимость — это болезнь, которую нужно обязательно лечить под наблюдением специалистов. Наркоман постепенно теряет контроль над своими потребностями, так как зависимый человек не имеет свободной воли. А нарушения работы внутренних органов и психические отклонения повышают его тревожность. Повысился пульс, поднялось артериальное давление. На последних стадиях интоксикации появилась головная боль, появились боли в других частях тела. Это немедленная реакция физиологическая человека на введение вещества. При превышении дозы, скажем так, обычной, может возникнуть передозировка. Это когда уже полностью ломается вся и биохимия, и физиология начинает проистекать по кризисному пути, когда организм срочно спасает все системы от смерти. Тогда, конечно, вся физиология летит кувырком, и тут срочно нужно принимать меры. Этапы наркозависимости не имеют четких границ. Они плавно перетекают друг в друга, абсолютно незаметно для самого наркомана. Но задача родных – как можно раньше обратить внимание на проблему, чтобы сохранить жизнь своему мужу, сыну, сестре, матери. Путь к полному выздоровлению долг и сложен, но сохранение жизни и здоровое будущее стоит любых усилий. Понятно, надо обращаться к специалистам, поскольку, во-первых, надо четко диагностировать, что это, какая стадия, потому что к разным стадиям заболевания. Вот для чего важны стадии? Чтобы мы знали, какие методы лечебные, лечебно-диагностические, лечебно-реабилитационные нужно применять в данный момент времени к этому конкретному человеку. Правильно поставить диагноз, правильно определить состояние, правильно определить стадию заболевания и немедленно приступать к лечению. Проблема одиночества часто поднимается на консультациях у психолога и психотерапии. Именно одиночество и вызываемая ею беспомощность приводит к депрессии и суицидальному поведению. В одиночестве люди способны на странные и страшные вещи. Одинокие дети предоставлены сами себе и непонятному контенту в социальных сетях и интернете, где доступно все, от порнографии до запрещенных веществ и предложений о подработке закладчикам. Согласно исследованиям, люди, страдающие от чувства одиночества, умирают раньше тех, кто его не испытывает. Еще один факт. Среди одиноких людей риск развития болезни Альцгеймера в два раза выше. Опасность одиночества кроется в том, что человеку не с кем поделиться мыслями, чувствами и эмоциями. От одиночества можно страдать сильнее, чем от физической боли. Я не могу в терапии исправлять ситуацию. Я не могу рубинзона вынуть с необитаемого острова. Но я могу работать с тем, что он переживает. Тем более, что человек изолированный совсем не обязательно чувствует себя одинок. Одиночество – это то, что я переживаю. Я могу переживать ситуацию многолюдия, как одиночество. У меня может возникать это чувство, оно может возникать, когда я изолирован. Я могу его хотеть или не хотеть. Все-таки для меня одиночество – это переживание, конечно. Общение и общество, без сомнений, влияют на наше здоровье как положительно, так и отрицательно. Чувство одиночества значительно снижает защитные силы организма, вредит иммунитету, сосудам и органам. Тема одиночества по-особому зазвучала в литературе, музыке, философии, кинематографе во время локдауна в 2020 году. Вынужденные ограничения в общении все переживали по-разному. Для одних это был отдых, для других – драма. Изоляция же – это тягостное, неприятное и депрессивное состояние, ненужности, пустоты, страха, нехватки любви и внимания, а также невозможности поделиться с другим человеком своими чувствами и мыслями. И, скорее всего, многие из вас, кто, как и я, остался один в квартире в начале этого чертового карантина, испытали это чувство негативного одиночества. На уровне нейробиологии социальная изоляция – это физическое наказание. По мнению ученых Университета Квинсленда, опасность социальной изоляции и ее влияние на здоровье сильно недооценивают. А между тем, одиночество – один из факторов преждевременной смерти. Может прибиться к Нильгау? Нет. Ну, тогда к мангустам. Это не обсуждается. Но мой дом здесь. Я людей-то и не видел почти. Насмотришься. Во время общения стресс идет на спад. В организме человека продуцируются гормоны радости, слабеют воспалительные процессы. Современное одиночество часто оценивается как расплата за технический прогресс. Социальные сети становятся не просто развлечением, но и средством для получения внимания, одобрения. Однако при этом отсутствует душевный контакт. У человека может быть много виртуальных друзей, но нет близких отношений. Часть вашего мозга, которое распространяет лица, сбивается с настройки, начиная с большей вероятностью классифицировать нейтральные лица, как враждебные. Интернет и компьютерные игры могут быть способом бегства из реального мира и от самого себя. Чем больше времени люди проводят в интернете, тем меньше общаются вживую. Чем больше видят фотографии якобы счастливых людей, тем больше испытывают чувство зависти и, как следствие, одиночество. Для многих людей утешителем служит телевизор, но это коммуникация, направленная только в одну сторону. Одно британское исследование показало, что социально изолированные люди, испытывающие чувство одиночества, в четыре раза чаще становятся жертвами аферистов в интернете и в реальной жизни. А несколько лет назад ученые увидели связь между одиночеством и слабой работой иммунной системы человека. Одиноких людей в мире от этого, правда, меньше не стало. В исследовании феномена одиночества и его влияния на человека особенно продвинулся профессор Джон Качиопа, работающий в Чикагском университете. Ему удалось узнать немало нового. Итак, оказалось, что у одиноких людей мозг более остро реагирует на негативные события. На подсознательном уровне они вынуждены быть готовы в любой момент защищать себя от возможных угроз. Большая часть физиологических нарушений у людей связана с симпатической нервной системой. Той самой, что отвечает за реакцию «замри или беги» при встрече с хищником. Видимо, организм человека считает чувство одиночества опасностью и расценивает его как предупредительный сигнал. Одиночество заставляет ваш мозг быть сверхбдительным. Поэтому, если вам кажется, что вы одиноки, попытайтесь пересмотреть свое поведение и отношение к людям. И согласитесь, немногим хотелось бы оказаться в путешествии в один конец на необитаемый остров, где основная задача — выжить и сохранить при этом рассудок. Конечно, большинству людей время от времени хочется побыть наедине с собой. Но чаще всего об одиночестве мы говорим в негативном контексте. У тебя случайно спичек не будет? Одиночество опасно постоянным внутренним стрессом, который повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта. К тому же, вездесущие исследователи выяснили, что люди, которые мало общаются, в пожилом возрасте чаще страдают деменцией. А смертность от онкологических заболеваний у одиночек выше на 15%. Существует четыре способа борьбы с одиночеством. Во-первых, необходимо начать общаться с людьми вживую по любому возможному поводу и принимать любые приглашения. Во-вторых, создать план социальной активности, взять ежедневник и распланировать, куда можно сходить в ближайшие дни. В-третьих, проводить больше времени с людьми, которые вам интересны. И, наконец, стоит просто меньше думать о плохом. Ученые из университета Бригама Янга предрекают, в ближайшие годы человечество ждет настоящая эпидемия одиночества. Причем в группе риска молодежь, для которой вероятность преждевременной смерти от стресса, связанного с социальной изоляцией, гораздо выше, чем для пожилых. Одиночество – заразная болезнь, которая за год убивает больше людей, чем курение, алкоголь и ожирение. Большинство родителей согласятся с тем, что одно из важнейших направлений для развития ребенка – спортивная секция. Спорт закаляет и формирует характер. Не стоит забывать, что спорт положительно влияет и на интеллектуальное развитие. Мы подготовили подборку качеств, которые развивают в наших детях различные виды спорта. Теннис не зря называют шахматами в движении. Помимо выносливости, теннисисты имеют отличные навыки тактического мышления и быструю скорость реакции. Все, без исключения командные виды спорта, способствуют развитию аналитического мышления и скорости реакции, а также совершенствуют навык общения в коллективе. А так как игра требует сложной координации движений, повышается и концентрация внимания. Бег на длинные дистанции и гольф, на первый взгляд, между этими видами спорта мало общего, но и то, и другое способствует развитию таланта-стратега. Основная польза йоги – достижение гармоничного состояния, способность сосредоточиться на главном и отбрасывать лишние мысли и эмоции. Спокойствие ума – залог успеха современного человека. Многие ошибочно считают, что силовые тренировки только для мужчин. Любая силовая тренировка стимулирует работу префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за умение функционировать в режиме многозадачности, находить правильные аргументы и отстаивать свою позицию. Плавание является хорошим средством закаливания и гармонично развивает все группы мышц. Благодаря симметричным движениям и горизонтальному положению туловища, позвоночный столб разгружается от давления на него веса тела. С помощью плавания можно решить такие проблемы, как сутулость и сколиоз. Некоторые не воспринимают шахматы как серьезный спорт. Конечно, во время поединка на черно-белых клетках не накачаются мышцы, но мозг точно станет сильнее, что способно отразиться на качестве жизни в целом. Может быть, заниматься спортом профессионально и добиваться медалей дано не всем, а только отдельным единицам, но каждому из нас по силам заняться с собой и вести здоровый образ жизни без компромиссов с зависимостями. Например, шведский доктор Бертил Марк Лунд озвучил несколько нехитрых правил, которые помогают продлить жизнь на 10 лет. По его мнению, спать нужно 7, а не 8 часов, как часто говорят, работать непременно стоя, а также больше общаться и дружить. А закончить программу я бы хотел цитатой писателя Джека Лондона. В конце концов, человеку дана всего одна жизнь. Отчего же не прожить ее как следует? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok